Последними новостями о ситуации в Турции с нами поделится мой коллега, корреспондент Сибиси в Турции, Турал Асади, он с нами на связи. Турал, здравствуй, как ты меня слышишь? Здравствуй, Эльнара. Да, мы находимся в городе Кахраман-Мараш, который был эпицентром землетрясения, разрушительного землетрясения. И здесь вот за нами находятся развалины, скажем, здания, разрушенные полностью здания. Здесь вот проходят, продолжаются поисково-спасательные работы. И несколько минут назад буквально работа техники была полностью остановлена. Спасатели попросили тишину, были слышны голоса, кажется, и будем надеяться, что сейчас пытаются кого-то извлечь из-под завалов. И работники, сотрудники турецких МЧС продолжают свою работу. Как видите, масштабы разрушения огромные. Центр Кахмана полностью уничтожен. Вот видно, что здесь, в зданиях, помимо, после землетрясения, в результате землетрясения, произошел либо пожар, вернее, взрыв, после которого начался пожар. Видимо, часть людей, к сожалению, погибла также и в пожаре. И сюда также направляются пожарные бригады. Здесь буквально несколько минут назад, в другой квартал, направилась бригада пожарников. И там также продолжаются поисково-спасательные работы. Я напомню, что Кахраман Мараш был центром, эпицентром землетрясения. После два дня продолжались здесь подземные толчки, огромные разрушения. Люди здесь до сих пор, члены семей, которых здесь остались под завалами, ждут здесь. Они ждут новостей касательно того, смогут ли извлечь из-под завалов их семьи, их близких и родных. Безусловно, здесь продолжается очень тяжелая и напряженная работа. Спасатели надеются на то, что смогут спасти каждого человека, кто остался под завалами. И опять-таки люди здесь находятся сутками, уже несколько суток. Сюда, безусловно, направляется гуманитарная помощь. Слава богу, у людей есть вода. Здесь есть разбитые палатки госуправления, турецкого госуправления сихийными бедствиями. Афат и других организаций красного полумесяца. И здесь людям подают горячий суп, горячую еду, воду. В этом, в смысле, слава богу, уже проблема устранена. И люди пока ждут вестей касательно членов своих семей, близких и родных. Имеют возможность что-либо поесть, выпить воду хотя бы. То есть в этом плане гуманитарная часть этого вопроса в целом налажена. Но опять-таки разрушения крайне масштабные. Многие магазины и заведения также находятся под завалами. В них также наблюдаются повреждения. Безусловно, в городе не работает абсолютно ничего, никакие магазины, ничего не работает. Возможно, только пекарь не работает. Но по информации, которая на данный момент есть, даже хлеб сюда завозят из других городов, соседних районов. Потому что все еще остается огромный риск того, что может повториться землетрясение. Тем более, учитывая, что данная территория, как Роман-Мараш, провинция, является эпицентром землетрясения. Мы можем наблюдать, я попрошу нами показать нам палатки. Там люди сами также разбивают палатки. Хоть каким-то образом облегчить на время жизни людей, которые здесь, отсюда не хотят уходить, уезжать. Потому что под завалами находятся их близкие и родные. Они ждут новостей. Все структуры Турции, все госструктуры, все профильные структуры, они направлены в регион. Они вся надежда на то, что спасатели смогут извлечь из-под завалов как можно больше жизней. И ранее, вчера, вот, президент Турции Реджеп Тай Прадаган также посетил с визитом... И пообщался с представителями фонда Гейдара Алеева. Напомню, что вчера, поздней ночью, в турецких Газиантеп приземлился азербайджанский самолет с гуманитарной помощью, который был послан сюда по инициативе первого вице-президента Азербайджана Микрибан Ханум Алиева. И, безусловно, господин Эрдоган поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную помощь. Но мы понимаем, безусловно, что мы обязаны помочь братской стране, и по-другому это никак не могло быть. Азербайджан направил в регион своих спасателей. По официальной статистике, Азербайджан занимает первое место по числу направленных сюда спасателей. Близко к данным зданиям есть очень огромный риск того, что они обрушатся, и действительно это очень опасно. И сотрудники, которые здесь работают, все время людей предупреждают и просят не подходить очень близко. Тем не менее, работа продолжается, спасатели очень сложных и опасных. Продолжать свою работу днем и ночью. Есть огромные группы спасателей, которые заменяют друг друга. Вот касательно нашей азербайджанской группы. Они всю ночь работали, сейчас, через несколько часов, они должны... Искать под завалами, дай бог, живых, в первую очередь, людей, которые там остались и ждут своих... Ждут спасения, ждут, что их извлекут из-под завалов. И ситуация, на самом деле, очень тяжелая здесь. Кахраван-Мараш – это провинция, это город, который больше практически вместе с Хатаем, с провинцией Хатай больше всех получил повреждения, пострадал от землетрясения. И, опять-таки, в регион отправляются дополнительные бригады совосстательных служб. Но мы также наблюдаем, как и в другие районы, которые изначально были недоступны для отправки туда специалистов, спасателей, сейчас и туда направляются. Вот, например, Хатай, где мы были в первый день землетрясения, провинция Хатай была из тех, которые вот больше всех пострадало, больше всех разрушений в этой провинции были. Но туда спасателям было очень сложно добраться. И практически провинция своими первые часы, первый день, можно сказать, своими силами справлялась с ситуацией. Пытались люди помочь, спасатели, сотрудники мэрии, абсолютно все, абсолютно все люди помогали спасателям, извлекать людей и искать людей. Самый главный, самый сложный вопрос здесь заключается в том, что очень сложно найти людей. И каждый раз, пока проходят данные поисково-спасательные работы, очень часто спасатели просят тишину, объявляют тишину, абсолютную тишину, чтобы услышать, были ли слышны голоса под завалами, либо нет. И, опять-таки, работа очень тяжелая, очень сложная, очень сложные условия здесь, но, тем не менее, продолжают работу. Ночью здесь бывает очень холодно, температура воздуха опускается до минус 3-4 градусов. Но несколько дней назад, в первый день землетрясения, шел даже снег, и температура воздуха была куда ниже. Но, слава богу, сейчас есть немного относительное потепление температуры воздуха, и будем надеяться, что спасателям работает хоть немного легче, но, безусловно, очень сложно здесь искать живых людей, извлекать их из-под завалов. Все, абсолютно, как я и сказал, надеются, что большинство людей будут извлечены из-под завалов живыми. Вот ранее мы также услышали, прочитали новость касательно того, что спустя 120 человек были извлечены из-под завалов. Это действительно какое-то некое чудо, на самом деле. И будем надеяться, что многие люди, которые до сих пор остаются под завалами, окажутся живыми и их извлекут оттуда живыми. Ну, на этом у меня пока все, Эльнара. Мы будем продолжать свою работу и вещать отсюда. Спасибо большое, Турал. Будем надеяться. Я напомню, что из турецкого города, провинции Кахраман-Мараш, эпицентра мощного землетрясения, произошедшая в Турции, на связи со студией был мой коллега Турал Асадим. Продолжение следует...